9 февраля свой профессиональный праздник отмечают стоматологи. Профессионализм стоматолога включает сразу несколько аспектов. Определенные качества характера, такие как ответственность, аккуратность, доброжелательность, а также соответствующее образование и постоянное совершенствование. Съемочная группа Бесарабского медиахолдинга отправилась в стоматологическую клинику, чтобы показать будни стоматолога и ближе познакомить с этой профессией. На рецепции в клинике пациента встречают улыбчивый администратор Валентина. Здесь осуществляется запись на прием к доктору, а также вносится информация в электронные карточки. Любого пациента интересует, как сохранить здоровье зубов. Все доктора единодушны в том, что важность превентивных мер в этом отношении сложно переоценить. Профилактика значительно облегчает жизнь и избавляет от огромного количества неприятных последствий. Не последнее место в нанесении ущерба зубам занимает наличие вредных привычек. Очень частые вредные привычки, которые я слышу от знакомых и пациентов, это любители почистить зубочисткой, где-то там полазить, и зачастую можно ее поломать и не достать. Пиво любят открывать зубами, что очень не рекомендую. Иногда пытаются раскусить что-то очень твердое. А также не советую резкие перепады холодного и горячего, потому что это отразится на Ямале. Молодые родители не понаслышке знают, что привести ребенка к зубному – это целый квест. Ведь страх малыша перед дядей или тетей со страшной жужжащей машиной в руках не описать словами. Но прогресс шагнул далеко вперед, и теперь ребенок практически не боится. Этому способствует атмосфера и профессионализм детского доктора-стоматолога, который находит подход к каждому пациенту. Также в своей работе специалисты прибегают к нестандартным техникам. Бывают моменты, когда ребенка нужно уговаривать. Бывает такое, что мы первый раз просто общаемся, немножечко наладили контакт, ничего не делаем, просто посмотрели зеркальцем ротик и записываем на следующий раз обязательно. Договариваемся, что в следующий раз мы просто возьмем, почистим зубки и будем делать потихонечку, постепенно каждые новые манипуляции. Обязательно в конце приема мы награждаем ребенка. За проявленную храбрость у нас мы вручаем грамоты для девочек и для мальчиков. Ходите стоматологу, это классно. Говоря о стоматологии, невозможно не упомянуть труд людей, чья работа не менее ответственна, но всегда остается в тени. Мы находимся в святая святых клинике Виталайн, а именно в зуботехнической лаборатории. Здесь проходит весь цикл изготовления зубных конструкций, начиная от сканирования и заканчивая покраской готового изделия. Процесс изготовления зубных конструкций от начала до конца осуществляют зубные техники. В отличие от стоматологов, они не занимаются лечением, но от качества их работы зависит красота улыбки пациента. Кто ходит к стоматологу регулярно, в темноте путь освещает просто улыбнувшись. Работа в лаборатории конвейерная и почти ювелирная. Здесь крайне важна точность вплоть до микрона. В своей работе зубные техники используют различное современное оборудование. Сканер, 3D-принтер, фрезер, течи для запекания изделий. Готовые протезы красятся в индивидуально подобранный цвет родных зубов пациента. Так как сегодня праздник, день стоматолога, я хотел бы поздравить своих коллег и пожелать им успехов в нашей нелегкой профессии. Хочу пожелать им никогда не терять мотивацию, совершенствоваться, развиваться, не останавливаться на достигнутом и покорять вершины. Своим коллегам хочу пожелать здоровья, успехов и развития. Коллектив Бессарабского медиахолдинга присоединяется к поздравлениям и желает всем стоматологам благодарных пациентов и успеха в их нелегком деле. Елизавета Колесник, Евгений Грищенко для Бессарабского медиахолдинга.